Привет, 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 господа и дамы, с вами Морж, и я продолжаю прохождение хоррора Зайчик от наших разработчиков про нашу действительность, и действительно пропитана игра таким, ай, каким-то очень родным духом из детства. Закончили мы вторую серию на том, что я послал шпану, которая придолбалась к моему главному персонажу нахер, а точнее говоря, нахуй, тут так и пишут, поэтому че греха доить, вам спасибо за комментарии, за лайки, если вы смотрите мое прохождение, надеюсь, вам все нравится. Ну и давайте смотреть, чем же это все закончится. Сейчас на меня вообще собираются одеть маску Зайчика, в которую еще и плюнули, и сюда меня завела лисичка, да, звучит как бред шизофреника, если вы начали именно с этой серии, но, к сожалению, это именно так. Ну что ж, шпана послана нахуй, давайте смотреть, к чему это приведет. Мир словно поставили на паузу, а через секунду разморозили. Зачки Семена расширились, маска выпала из мясистых рук. Он некоторое время отупленно переваривал услышанное, будто оттужился решить в уме сложное уравнение, и, судя по пульсирующей наобувени, ответ приводил его в бешенство. Остальные молча наблюдали за нами, предвкушая скорую расправу. Ты... ты... ты троп! Дебряв зазвенел ледок, срываясь с ветвей. Звук напоминал мелодичный смех. И тут я услышал шепот из крон, из нор, из лесных берлог. Будто бы Алиса, притаившись в сугробе, словно суфлер из будки, старалась достучаться до меня. Не испуганная, а с веселым гневом в голосе, так представлялся мне этот тихий гул. Я уставился в проем между деревьями. Там мякнуло рыжее пятно. Леса, настоящая, обыкновенная леса, выступила из-за кустарника. И я моргнул ошарашенно. Животное, припав на живот, буравило меня горящими глазками. Пушистый хвост сновал по снегу, разбрасывая белую пыль. На меня смотри, падла! Но я смотрел мимо, на лесу, которая улыбалась мне. Оскалившись, она рыла нору в сугробе, двигая лапками так, как будто танцевала. Острая морда была в стягу, усики подергивались. Оскалившись, леса обнажила частокол желтоватых зубов. Леса припала перед ком еще ниже, к земле. Сверкающие плошки глаз налились расплавленным серебром. Я берел взгляд на перекошенное лицо Семена. Он что-то рычал, я не понимал, что... Леса пошла задом наперед и скрылась в темноте. А из леса на меня вдохнуло шепотом. Скажи, свинья, заткнуться! Я хлопнул рукой по щеке, прогоняя чужой голос. Но смысл послания остался на подкорке. Подсказка, мой шанс. Я уставился на переносицу хрюкающего от злобы Семена и проговорил. А, то есть не медведь, свинья все-таки. Заткнись, свинья! Семена будто парализовала. Словно экстрасенс Аллан Чумак загипнотизировал его, лишив воли. Кто такой Чумак, я знаю. Он воду заряжал через телевизор. Вовы, мы в какую-то хуйню верили. Ну, я, если честно, не особо верил, а вот бабушка у меня заряжала. Я словно вытянул карту из-за сальной колоды. И она оказалась козырной. Мозг работал на пределах возможностей. Словно киношные титры промелькнули слова Полины о том, что после переезда характер Семена испортился. Пазлы сложились. Козырь полетел в прыщавую физиономию. Я говорил вальяжно, растягивая слоги. Есть у меня подозрение. Ты не просто так перевелся в новую школу. Сбежал, да? Как крыса сбежал. Потому что сверстники бывают жестокими. С теми, кто не такой, как они. С теми, кто толще их, например. Слабее. И ты решил издеваться над другими. Как издевались над тобой. Я увидел, как дернулся кадык Семена. Словно перезарядил лепбомбовую винтовку. Ты отыгрываешься за старые обиды. Хочешь казаться тем, кем не являешься. Но знаешь, ничего не меняется по щелчку пальца. Знаешь, кем ты был? Вот, слушай, у меня этот Антон сейчас такой рассуждает, кем ты был. Но в первой серии он сам такой, типа, обижали в школе все дела. Знаешь, кем ты был, мой главный персонаж? Тоже знаешь. Как бы. И чё, чё сейчас из тебя, Альфа Ча, строить? Лес затаил дыхание, слушая, наслаждаясь. Знаешь, кто ты есть? Пацаны. Щука. Бяша шагнул было к приятелю, но Ромка осадил его, хлёстнув властным взглядом. Тот ретировался, сунув руки в карманы. Продолжай, Тоха. Слова Ромки рикошетили от шершавых стволов. Знаешь, кем ты будешь всегда? Семен беспомощно озирался. Второе имя, настоящее имя, которое дали тебе одноклассники. Откуда ты... Теперь Ромка и Бяша смотрели на Семена, как на добычу. Даже показалось, что облизывали свои сухие губы. И ветер тоже облизывался, гоняя вдоль дороги мои разбросанные тетради. Свинья! Свинья! Это было, да? Хищникам приведет, принесет еду. По сути, если это волк и... Ну, я не знаю, кого изображает китаец, или это не китаец вообще. Но судя по надписи The North Fake, на его куртке это явно китаец. Вот. Типа они хищники, и я им привел свинью. Ну, точнее, я показал свинью. Это еда, это мясо. Ну, как бы так. Втащил. На нахуй. Гораздо сильнее, чем в первый раз в школе. До хруста впечатал кулак в его испуганную физиономию. Прыщавая щека заплясала под костяшками, как поверхность киселя. Охнув, Семен плюхнулся на заледеневшую дорогу. Он держался за ушибленное место, не понимая, что происходит, и как так вышло. И глядя на него, я понял, что улыбаюсь. Настяк, наконец, очухался, вскочил на ноги. Искорчив яростную гримасу, бросился на меня с кулаками. Но я, разгоряченный игрой в снежки, ловко увернулся. Ой, в говно упал. Он полетел на снег, неудачно приземлился прямо на кучу свежих собачьих какашек. И обиженно взвизгнул. Хай, красава, Тоха! Думал ты сосунок, а он как жердяй удел. Семен захныкал, осознав всю гибель на своего положения. Сука! Че я бабушке теперь скажу? Что жрал говно? Ха-ха, вот как бы так. Она меня убьет, когда увидит. Чего ты там скулишь? Тебя с парашей не слышно. Ха-ха-ха! Чертные потуги Семена снегом очистить дубленку вызвали у Баши приступ веселья. Но это понятно, это вот просто мелкое подпездывательное хуйло с прической долбоеба, который в принципе в этой компании не значит особо ничего. Такой просто серый шум. Даже не белый шум, тут скорее серый шум. Есть главарь, есть исполнитель, есть хуйло, которое подпездывает. Этот маленький шакал-табакер, который... А-а-а, Акела промахнулся, Акела промахнулся, вот это вот говно. Я тоже улыбнулся, криво, зло. Ха-ха, мастёвый на! А ну вставай и скачи, как зайчик. Только желательно подальше, а то от тебя уже дерьмом несёт. Фу! Идите вы все нахер! Его красные зарёванные глаза остановились на мне. Не успел я стереть улыбку с губ, как Семён налетел коршуном, вцепился мне в лицо с крючными пальцами с обгрызанными ногтями. Я пнул куда-то в слой жира под дублёнкой. И мир лишился чёткости. Расплылись контуры чёрных деревьев, затуманились лица одноклассников. А чё на это скажешь? Он победно поднял руку с моими очками. Но триумф длился недолго. Два расплычатых силуэта выскочили вперёд. Бывшие Семёна, дружки. Я услышал знакомый до боли звук. На Семёна посыпали смачные оплеухи. Не по-пацански поступаешь, гнида. Блин, вы втроём одного щебили. Роман, где вы слышали про такую, мать его, воспитанность? Тут у тебя не по-пацански, а там по-пацански. Знал я одного Романа, так вот, тоже гнида был пиздец. Но, правда, на лидера он никак не тянул. Он скорее вот это вот подпёздывательное хуйло. А ну гони линзы назад! Дерись по понятиям, на! Судя по охам и кряхтению Семёна, на уговоры друзей он не поддавался. Вы что-то творите? Ой, бля! На лоха позорно вы меня променяли! Ой, ой, ой! Да пошли вы в жопу! Тоже мне друзья! Крупная фигура, барахтающаяся в стягу, кое-как смогла вырваться из-под града тумаков и бросилась на утёк, быстро растая в потёмках. Завтра в школе тебя выцепим, хрюндель! Точно-точно! Да базар ответишь на! Горло тебе перережу, слышишь? А, блин, какие эти малолетки всегда агрессивные? Не, я знаю, конечно, что есть истории, когда там болят у людей, вообще кукуху срывает, и они хуйню творят. Ну вот сколько я был и в школе, и в школу, и универну, и с разными людьми общался, ну типа да, угрозы угрозами, но это никогда ни к чему не приводило. Ну пиздеть можно, дохуя! Ну как бы когда у тебя есть в голове хоть чуть-чуть мозгов, ты понимаешь, что ну не нужно в 14 убивать человека, да, то, наверное, жизнь становится немножечко проще и легче. С другой стороны, авторы явно показывают действительность, которая имеет место быть. Имеет место быть и такая действительность. Ромка и Бяша начали швырять глыбы льда вследу бегающему Семёну. А потом вместо страшного закричали, запричитав глумливо. Свинья! Захрустел снег. Запыхавшиеся ребята приблизились ко мне, и я наконец смог разглядеть их прибавившие в резкости лица. Мои очки, блин. Ромка выругался. Этот стащил. Зато мы ему всыпали одну сына. Завтра вот с таким фуфелом припрётся, ответяю. Гяша захохотал гортанами. Гиены в Короле Льве обзавидовалась по этому смеху. Ну вот да, автор про такое же сравнение, как я делаю. Так он делает отсылку на Короля Льва, а я на Маугли, в принципе. Ну, по сути, одно и то же. Шакалы. Из мглы выдвинулась рука с красным прямоугольником. Рома предлагал мне сигарету. Я прищурился, силясь различать марку табака, хотя совсем не разбирался в сигаретах. Я ни разу не курил, да и не начинать не хотелось. Интересно, будут ли они со мной общаться, если не перенимать все их привычки. Покалебавшись, я покачал головой. Спортсмен, что ли? А ты в глаза долбишься? Не видел, как он Семена четко вмазал? Да, Бяша, у тебя там этих передних зубов нет, могу еще остальные аккуратно удалить. Да базар ноль, Мортал Комбатна. Плохо у нас, Рокки Бальбо. Тогда уж Иван Драга. Господи, вот кто сейчас вообще выкупит отсылку к Ивану Драга? А это персонаж Тольфа Лунгрена, который сыграл советского боксера в Рокке. Бля, сейчас хоть кто-то вообще смотрел Рокки, вот именно первые части. Курим одну на двоих, гони жигу. Ромка губой подцепил сигарету, Абяша суетливо шарил по карманам в поисках зажигалки. Тоха, че я сказать хотел? Не держи зла, брат. Мы тебя на вшивость проверяли. А то очки эти, еще и маска. Ну вот, в принципе, да, я опять же был прав. Тут как бы, либо тебя потом набят всю жизнь, либо один раз нужно дать отпор. Хоть и получить при этом пизды. Бляша чиркнул в здоровенной Тбилиси, и Ромка смачно затянулся. Ну, Тбилиси это, наверное, зажигалка, вот такие я не застал. Меня, кстати, Ромка зовут. Да мы уже поняли, ты подписан. Он пожал мне руку, сильно до боли сдавив пальцы. Его сорванные сухие мозоли на ладошке говорили, что он носит спортивный костюм не просто так. Может, он это самое, подергивает? Мозоли на ладошке. Это вот Бяша. Ты не очкой. Со свиньей мы лично пообщаемся. Он выдохнул в мою сторону клуб дыма, отчего я тут же закашлялся. Ага. Пойду пока сумку соберу, а то темнее. Я нагнулся за выпотрошенным рюкзаком и его содержимым, надеясь, что новые приятели исчезнут, когда я повернусь. Но они так и остались стоять, передавая друг другу сигарету. Два низкорослых силуэта с блуждающим между ним огоньком на фоне сосновых столбов. Они ждали, пока я соберу учебники, и перешептывались. Говорил в основном Ромка, Бяша лишь шмыгал носом и одобрительно молчал. И тут, среди припорошенных снежных тетрадей, я вновь увидел ту старую, потрепанную временем заячью морду из папье-маше. Пустые дыры глаз, в которых может быть что угодно, любые глаза. Но маска будто хотела иметь мои. Откуда она взялась? И что забыла в моем портфеле? Я подобрал ее так осторожно, словно опасаясь, что она цапнет меня за палец. Просто новогодняя маска за индивевшим плевком на внутренней стороне. Только что-то в ней было не так. Что-то копошилось внутри, под коркой старых газет. Я слышал шуршание тысячи маленьких тел, дрожь, исходящую от меха. Что-то пыталась прогрызться наружу. Опарыша. Готов, Тоха. Ну, ему показалось, сто процентов. Голос Ромки выдернул меня из кошмарного видения. Я с ужасом отбросил маску прочь за пределы видимости. Отвращение колокотало внутри, но я собрался и не подал виду. Настоящие это черви или очередной сдвиг по фазе? Без разницы. Слишком много всего для одного дня. Хотелось как можно скорее очутиться дома. Ладно, пацаны, мне пора уже. До свидания. Я протянул руку навстречу двум фигурам, чтобы попрощаться. Темные продолговатные пятна подрагивали впереди. Застыли, застыли, внимательно меня изучая. С кедрами закорешиться решил. Блин, ребят, ну я без очков, я ж не вижу. Ну, типа, может вы меня хоть до дома доведете? Мы здесь вообще-то. Голос Ромки прозвучал у меня из-за спины, и я чувствовал себя неловко обернулся. Деревья хреновые кенты. Ты не ссы. Мы тебя до дома доведем, а то ты как слепой котенок. Ха-ха, так здесь живьем и сгниешь. Окурок разбился о пень с нобом искр и зашипел в сугробе у моих ног. Ребята как-то натянута засмеялись и взяли под локти. Покидая пустырь, я обернулся в надежде увидеть Алису. Хотя бы рыжее пятно. А вдруг? Но увидел лишь грохочущий трактор, который выползал откуда-то из-за поворота. Не, ну по сути, я думал, мой главный персонаж реально ниже их, такой в отщелочках, вообще как бы депрессивный. А по сути, он примерно плюс-минус одного роста и с этим даже повыше этого Ромы, а с бяхой, наверное, одного роста плюс-минус. В молчаливой процессии брели мы вдоль замерзшей просеки. Тишина и частичная слепота вместе действовали угнетающе, и я заговорил. А почему тебя Бяша зовут? Бурятенок. Ага, не китайц, Бурятенок. Бурятенок криво ухмыльнулся. Потому что я волк, Воведь, яскорина. Или он волк. А кто тогда? Тогда Рома-медведь? Ну блин, он не тянет на медведя. Так, кто из них медведь? Глава в лесу кто? Медведь, наверное. И Рома-медведь? Ну типа, а почему вы не нарисовать это таким коренастым, все дела, как бы такой медвежий? Ну ладно. Брешешь. Поргу угнать, это он умеет. А звать его так, потому что блеет как овца. Все после того, как из черного гаража живым выбрался. Что за черный гараж? Бяша моментально изменился в лице. Я заметил это даже сквозь пелену. Отшатнулся. Замычал что-то не членораздельное. Видишь? С ним так всегда, как об этой херне заговоришь. Ты сейчас о чем? Ты серьезно про эту страшилку не знаешь? На черной-черной улице, в черной-черной подворотне, стоит черный-причерный гараж. Напоминает меня гробик на колесах из моего детства. И он знает о тебе все. Где ты живешь, что любишь, с кем дружишь. Наверняка слышал о пропавших детях. Это тут не первый год происходит. Все местные знают, кто здесь замешан. Даже взрослые. Вообще, везет тебе? Ты вон в лесу, считай, живешь. Он к тебе так просто не сунется. Тупо сечет, что среди деревьев будет выделяться. А у нас эта хрень может где угодно поджидать. Иногда в конце переулка или возле дома. А еще, идешь такой себе ночью, и тут раз, он стоит. Где совсем недавно пусто было. Дверь открыта. Внутри мрак. И тут как? Гашу натянул капюшон на голову и завыл на высокей, трепещущей ноте, стараясь заглушить Ромкину речь. Ладно, ладно, проехали. Я переваривал рассказ Ромки, не понимая, как относиться к услышанному. За недолгое время, проведенное в этом заснеженном глухом поселке, я уяснил одно. Многие здесь столкнулись с тем, что так и не смогли понять. Я взглянул на мелко трясущегося бяшу. Тоха, а вот скажи, нахренам вы-то сюда переехали? Я тяжело вздохнул, глядя под ноги. Далеко внизу ботинки бодали носками туман. Это были вызубренные наизусть слова. У отца тут новая работа. Раскрывается он явно, если документы подделывал бухгалтер. И мама в поселке раньше жила. Давно еще при Союзе. И как я понимаю, на самом деле, что мама тут в курсе, скорее всего, той херни, которая здесь происходит. Ну почему-то мне так кажется. Здесь же нечего делать, только гнить. Ну или как Бяша по лесам шастать. Бяша осторожно высунулся из-под капюшона, словно улитка из домика, и прислушался. Он у нас турист. Летом целую неделю в палатке жил. Здесь, рядом. Прикинь? Мы шли дальше, но казалось, что этот лес плывет мимо. Сосны, черные клавиши, снежные прорехи, белые. И чаще играют свою древнюю скрипучую мелодию. Музыка корней, берлог и забытых таежных скитов. Снежинки создавали будоражащую иллюзию. Казалось, кто-то бродит по лесу. Кто-то высокий, неуловимый, готов в любой момент прикинуться деревом или слиться с сугробами. А потом, когда внимание к нему ослабнет, вновь продолжит свой путь вдоль дороги. Но это была лишь игра света и тени. Там никого не было. По крайней мере, мне хотелось так думать. Ромка вдруг резко притормозил и сказал. Слышите? В лесу кто-то бродит по ходу. Кожа под одеждой засвербела, заныла в желудке. Мы посмотрели, куда показывал Рома. Высоченный, причем с нашей скоростью идет? Ну, как сказать, мой персонаж без очков, вот как бы ни хера не увидит. Никаких гигантских фигур за мачтами сосен. Только тени, крадущиеся в полумраке. Медленные тени. Быстрые тени. Голодные. Снег бесшумно осыпался с ветки, заставив вздрогнуть прикусить губу. Будто что-то огромное поднялось с дерева и улетело. Возможно, в нашу сторону. Ромка поднял с земли шишку и швырнул в чащу. Эй! Охлик срикошетил, словно ударил о тугой барабан. Эхо передразнило Ромку, а затем вновь воцарилась тишина. Кто-нибудь видел? Я помотал головой. Ну, блин, я без очков. Что я видел, так это вертикальные мазки деревьев, темноту, снег и своих спутников в дымке. Вспомнилась шершавые стволы, губчатый лишайник и ледяное крошево на дне рвов. Пойдемте скорее, а то вечереет. Меня вновь взяли под локти и повели вперед. Понесли к лесу, к торчащим шпилям сучьев. Солнце окончательно кануло за зеленые пики. Морак зашевелился, расправив плечи, пополз как дымка. Вдобавок повалил снег. Густые липкие хлопья, белые мухи, летящие на запах, падали. Мое зрение стало крохотным островком, омываемым темными водами. Утренняя тревога вновь начинала овладевать мной. Мерещилось, что далеко-далеко, на самой кромке сознания, я слышу, вкрачивая пение флейта. Хрупкая, словно мартовский ледок, под которым дремлет бездонное озеро. Я ковырнул пальцами в ухи, прогоняя слуховую галлюцинацию. Лес был тих. Я представил ребенка, идущего в ночи под надзором дуплистых сосен. А вы знали Вову Матюхина? Мальчика, который пропал недавно. А разве мы не его ищем, сладкий? Алиса? А ты откуда тут? Я вздрогнул, остановился, уставившись на провожатого. На Алису, в ее неизменной маске лисы. Девочка нежно придерживала меня за локоть. Что ты здесь? А ведь я тебя потерял. Потерял, потому что зазевался. Я щурился недоверчиво. Давно ты за нами идешь? Что значит давно? Я всегда была рядом. Так, ну реально чердак, походу, у моего персонажа течет прям сильно. Лисички мерещатся. Ну, хорошо, пока не белочки. Да и за кем? За вами. А дурачено я повертелся, но не нашел ни Робу, ни Бяшу. И вдруг почувствовал ее прохладные пальцы на своем запястье. Пойдем же. Мы собирались искать Вову. Охренеть, я без очков, иду с лесой искать Вову. Ну, как бы, стандартно, стандартно. Не дав опомниться, она повела меня через лес. Запах мандаринов, кофе и петард обволакивал. Почему запах мандаринов, кофе и петард? Я ощущал себя маленьким мальчиком, которого ведут в неизвестность. Впереди темнели стволы деревьев. Грозно щетинились ледяные кусты дикобраза. На пути возникло что-то прямоугольное, вроде большой коробки. Я окаменел. Коснулся краешком глаза, оттягивая века, как бы настраивая зрение. Металлический гараж вырастал прямо из валежника. Так, мне только про него рассказывали. Тяжелый, громоздкий, такой. Невозможно без труда перевести с места на место. Стены окрашены черным, чернее окружающей тьмы. Лиса принюхалась, и показалось, ее маска сморщилась от омерзения. Это здесь. Встревожный голос спутницы напугал меня даже больше, чем эта жутковатая железная коробка. Здесь я слышу его запах. Может, Вова играет с нами в прятки, и он решил спрятаться внутри? Так, лиса это вообще какой-то парадемон. Но она явно меня прям тащит в бездорез. А ребята, вроде, ну при всех быдловатых замашках, ну как бы, вроде как мне помогали. Но пока что-то я не совсем понимаю, где реальность, где нереальность, где ему кажется. Мне казалось, что от постройки отделяются дымчатые щупальца, и что-то рыщет в прелой листве. Они стелились по снежному одеялу, подбираясь к нашим ногам. И какой-то жуткий металлический скрежет доносился из-за огромных черных ворот. Кто-то или что-то явно ждало нас внутри. Постучать. Я не хочу постучать, вот честно. Как-то не очень хочется стучать. Так, что-то мне на самом деле это не нравится. То есть вариантов, кроме как постучать в гараж, про который мне как бы только рассказывали, только постучать. Свалить нельзя. Лиса тоже куда-то пропала. Ну, стучим, что еще делать. Наверное, со стороны мое дергание напоминало пластику марионетки, танцующей на нитях кукловода. Я приблизился к гаражу, затаив дыхание. И постучал костяшками по листовому железу. Тут же опасливо отскочил. Послышалось, как зазвенели прожившие мясные крылки на толстых металлических цепях, и что-то громоздко, отринув сон, поползло отворять черные ворота. Ничего не происходило. Сердце бухало. Бухало, конечно же, но почему-то я считаю, что сердце бухало в груди. Там кто-то выглядывает из-за этого. Лиса? Ничего. Тук-тук-тук. Опасаясь повернуться к другу спиной, я... А, я не успел прочитать. Беги трусливо проблел голос в голове. А, я не успел прочитать, эй. Спотыкаясь, я рванул в кишащую тенями ночь. За изломанный ствол лиственницы уверены, что Алиса бежит рядом. Минуту спустя я обнаружил, что девочка пропала. Лес бормотал свои древние молитвы. Скрипел, тикал, шуршал. Я замер. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я понял, что стою почти в полной темноте в кольце взмывающих ввы стволов. И все вокруг шевелилось и дрожало. Уши закладывало от шороха и шелеста. Кроны таяли в космической черноте. Кусты становились пустыми клетками, чьи обитатели вдруг вышли на волю. Казалось, что вот-вот когтистая лапа... Выпростаяца. Господи! Блин, реально, Тургенева на вас нет. Выпростаяца. Ну что такое выпростаяца из мраков? Почему не написать, что вот-вот когтистая лапа вырвется из мрака и схватит мое одеревеневшее лицо? Тут уже одеревеневшее есть, как бы, в этом предложении. Нахрена это выпростаяца? Где-то вдалеке послышался крик. Антон! О, от меня батя, наверное, ищет. Меня искали, как того пропавшего мальчика. Глаза защипало выступившими слезами. Тяжелая капля сорвалась с ресниц. Антон! А может, не батя, а может, мент. Крик зазвучал громче, и на мгновение я даже поверил, что меня спасут. Я здесь! Одно из деревьев двинулось вперед. Это был не Ромка и не Дяша. Кто-то взрослый, высокий, с длинными руками. А позади него крались тени, напоминающие собак. Но эти существа были намного крупнее жульки. Лес больше не таился, не прятался за ложными образами. Я замер, будто олень. Нашпиленные на лучи приближающегося автомобиля. Нашпиленные, господи! А чудища уставились на меня. Я знавал всяких нашпиленных, и они были в основном не на лучи приближающегося автомобиля. В сумерках без очков я видел слишком мало, но и увиденного хватало слегкой, чтобы остолбенеть от ужаса. Резкий запах звериной мочи и мокрой шерсти окутал поляну, когда жуткая процессия во главе с гигантом направилась ко мне. Так, нет. От страха подкосились ноги, и я упал на колени в снег, словно вымоляясь этой фигуре деревьям в темноте. Я не смог поднять глаз, и когда он подошел, накрыв меня с мрадом, на миг почудилось, что ноги его поросли серой шерстью. Я зажмурился так сильно, что на внутренней стороне века заплясали красные круги. Лишь бы не видеть всего этого. Это я чудесно слышал. Зато я чудесно слышал. Его дыхание, наждачная бумага, царапало уши. Хриплое, глубокое, рычащее. Я выудил из памяти бабушкин заговор. Мертвый к мертвому. Живой к живому. Мертвый к... И что это такое? Сатана в образе козла? Слова не защищали от когтей и клыков. Я был бессилен. И тут неподалеку послышался знакомый ласковый голосок. Ну же, скорей! Попробуй его на вкус! Не надо! Что-то горячее пробежало по горлу, как веревка мясистая и липкая. Язык? Язык. Я же говорила, хозяин! О, блядь, тут в лесу, нахуй, живет адский сатана в образе козла. Это наш зайчик. Позаботься о нем. В узкой бойнице приподнятых веков задрожащими пальцами я видел грозную фигуру, нависшую надо мной. Вкушал запах псарли, компостных ям и мха. Перед мной величественно и жутко возвышался рогатый зверь. В позе сквозила будоражущая царственность. Рога подпирали тучи, а вытаращенные бельма впивались ключами в мои, готовые лопнуть от ужаса глаза. Руки были полны даров. Конфеты. Конфеты выпадали на снег и переливались пестрыми фантиками. Серебрились упаковки шоколадных батончиков. Чупа-чупс воткнулся в сугроб пластиковой палочкой. Баунти, пикник, сникерсы. Сатана, который покупает тебя за конфеты. Ну, прикольно. Хозяин леса. К моим ногам посыпались конфеты. Ну и как я понимаю, вот это тебе все равно это отсылка на козла. Автомат. Стукнулся о лед и ручный автомат. И парализованный страхом я вспомнил у пропавшего в углу был точно такой же. Так, по-моему, я начинаю врубаться, где это все происходит. Обратите внимание справа на пожарную машину, на которой написано «Орел». Ну, это город в России, правильно? А, значит, это где-то там? Ну, прикольно, прикольно. Судя по всему, надо вот такие мелкие детали подмечать. Рядом упала кукла. Посыпались градом металлическая юла, плюшевый медведь с облезлым носом, рыжий Карлсон без пропеллера, оловянный солдатик-знаменосец, пожарная машина и кукурузник. Игрушки не были перепачканы в крови, но воображение дорисовывало багровые потеки и кляксы. На эти сокровища, принадлежавшие безызвестным детям, ложилась рогатая тень чудовища. Косматые руки выудили откуда-то из темноты проследовавшую меня образину зайца. На, просто на нахуй! И грубо нацепили мне на лицо. Зайки! Тени зверей вокруг медленно и грациозно встали на задние лапы. Тут же свет ударил мне в лицо, расколов пополам фигуру монстра. Я засладился пятернёй. Дайте угадаю, мент. Не, лесник, отец. Лесник, отец, кто? Отец, наверное. Луч фонаря скользнул вниз. Антон! Вот ты где. Ты совсем сдурел. Бать, я тебе сейчас могу рассказать такую историю, что ты хереешь. Короче, сначала я бежал за лесой, а она начала раздеваться. Потом я тоже начал раздеваться. Потом мы встретили гопников. Потом я надавал люлей свиньям. Потом гопники вели меня через лес и рассказывали про чёрный гараж. Потом это оказались не гопники, а леса. И почему-то одетая, хотя она раздевалась. Мы пришли в чёрный гараж. Короче, тут такое происходит, бать. Слушай, мне в таблетки. Мне в таблетки, потому что кукуха у меня, походу, едет. Это вообще как понимать? Анимев, я глядел на папу. Туда, где секунду назад громоздилось чудовище. Может, мой батя в этом всём замешал? Мрак укутал поляну, но игрушки и конфеты темнели на снегу. А если набраться сил и подойти к кустам, то наверняка там будут и отпечатки лап. Язык проглотил. Одноклассники твои к нам пришли. Сказали, ты сбежал от них в лес самую чащую и... Что это за дрянь ты на пяну? Я стянул маску в запревшего лица и бросил её к остальным игрушкам. В дебрях загрустили ветки. Снед... Снедаемый. Наверное, съедаемый. Всё-таки просто это ошибка. Снедаемый ужасом я прильнул к отцу, а он стряпнулся, изучая чащобу. И сказал совсем другим, напряжённым тоном. Так, пойдём отсюда скорее. Мать узнает, такой нагоняй нам устроит, мало не покажется. Я потянулся к отцу, всё ещё леденее от ужаса. Схватился за его крепкую ладонь, почувствовал подушечками быстрый пульс. Поднялся и, пошатываясь, побрёл с папой, по его едва различимым следам. Назад к человеческому жилью, к свету, к дороге, где отец припарковал машину. Чтобы дома ни слова, ясно? Ни единого намёка, где я тебя нашёл. Ну да-да, давай придумаем с тобой вместе историю, как напиздим, как бы. Чтоб потом истории не разнились. Да, пап. Он держал меня за руку, словно что-то очень ценное. И всё рассказывал, как боится потерять меня и Олю. Но это был не тот липкий, как язык животного, страх. Его страх был благородным и чистым бриллиантом. А я кивал и послушно перебирал ногами. И вдруг, где-то из-за спины, я вновь услышал знакомый голос. Вспомни, пока ты со мной, никто тебя здесь не тронет. Спасибо, Лисичка. Ну, уже хватит, пожалуй. Надо было с нормальной бабой оставаться. Хотя с тобой веселее. Машина двинулась по направлению к дому. Что за машина, можно рассмотреть? А вот и чёрный гараж. Снова показался. Кто ещё покажется? Следующим козёл этот будет стоять. Нет? Да, нет. Да, нет, нет. Припав к стеклу, я различил среди елей приземистую постройку. Хибару чернее самой чёрной ночи. Гараж, хранившийся в чащобе. Металлический склеп. Он словно шёл за нами, по пятам. Через миг постройка скрылась за поворотом. Я сглотнул горечь. Так вот, единственное, ребят, тут на самом деле надо сохраняться. Потому что на прошлой серии у меня там косяк был. Короче, на одном из... На вот этом как раз на еди нахуй меня выкинуло. Вот. Не просто так там серия закончилась. Как бы момент хороший. И мне пришлось перепроходить. Здесь нет автосохранения. Поэтому да, сохраняться надо. Если не дай бог опять выкинет, чтобы я потом не мудохался. А белые снежинки всё парили в темноте. Мама спускалась по лестнице, вцепившись в отца фирменным взглядом. На её лице застыла грозная эмоция на стыке гнева и презрения. Внезапно её взор упал на меня и опасно долго задержался. Так, я не поняла. Антон, а где очки? Потерял? Да в школе поди забыл, простофиля. Повисла ядовитая пауза. Весь в тебя. Отец сердито смерил маму взглядом, а затем заговорчески подмигнул мне, напоминая о нашем уговоре. Не, ну серьёзно, Гаргона, нахуй ты его пилишь? Я не знаю, что он плохого сделал, но пока ты просто его, короче, подначиваешь. Серьёзно, вы вдалеке, в лесу, в одиноком доме. Домашнее насилие, слетание с катушек. Сколько таких сюжетов было? Ну, иногда нужно немножечко прикрывать хлебальник. Ну ничего, есть же запасные, проживём как-нибудь. Родители ещё некоторое время стояли в тишине, а затем каждый из них молча побрёл по своим делам, подальше друг от друга. Но у меня сейчас отец реально большую симпатию вызывает, чем мать. Ну вот реально. Ну типа он её хотя бы не подъёбывает. Я ещё не успел раздеться, как ко мне бросилась Оля. А я лису увидела! В меня словно дробью пальнули. А не мев, я лишь зашевелил губами. Со звоном разбилась вдребезги чашка чая. Это мама выпустила её из рук. Её лицо было бледным, она растерянно уставилась на осколки. Это короткое, вдоль секунды паузы длилось вечность. Потом мама с досадой сказала. Блять, мы живём в лесу! Мать, мы живём в лесу! Здесь есть совы, здесь лисы. А ты считаешь, что у тебя дочка с ума сошла? Мне кажется, ты с ума сошла. Мужа своего затрахиваешь, детям не веришь. Ну, я, я не знаю. Правда, правда! Такая пушистая! Она у забора стояла на задних лапах, совсем как человек. Она меня позвала, а тут мама вышла и лиса убежала. Не было там чего-то. Не выдумывала. Не подходи к ней. Если бы понадобилось, я был готов трясти сестру, как тряпичную куклу. Ты чего, Тоша? Не подходи, слышишь? Мама вышла в коридор и удивлённо посмотрела на меня. Я стушевался. О, лиса ведь укусить может. Мне вспомнились детские сказки, в которых лисы воровали детей. Представив свою Алису, вольную, хищную, бегущую быстро-быстро по ночному лесу, с дёргающимся мешком в обнимку. Это ж была не настоящая лиса. Расскажи ему, Оль. Она на двух ногах ходила, а ещё была в платье одета. В платье. Там снег за окном. Мать, всё нормально. Всё нормально, да? Вот снег за окном, лиса в платье. Только она была взаправду. Видишь? Не, понимаешь, это моя подруга. Как бы. Но со мной она почему-то, когда общалась, она была хотя бы в тулупе. Мама устала улыбнулась, словно это всё объясняла. Я тоже выдавил из себя улыбку. Жалкую, как тонкий кусочек мыла перед тем, как оно окончательно растает в руках. Но, оставшись наедине с сестрой, я шепнул. Ещё раз увидишь её. Беги. Это плохая лиса. Не наша. Мысли о лесном чудовище атаковали, бомбардировали меня, будто дождь из конфет и игрушек. Передо мной стояла поросшая шерстью фигура, распрямляющаяся на фоне стволов. Кто он? Что случилось в лесу? Что со мной происходит? Я зажмурился и бросил в рот витамины. Запил их водой. Хватит сходить с ума. Пожалуйста, хватит. Я кое-как уселся за математику. На задачи не желали решаться. В цифре в тетради то кувыркались и перемешивались, то кружились в танцы, то прыгали за поля. От всей этой чехарды голова стала тяжёлой и так и норовила упасть в числовую вязь. К векам словно подвесили маленькие гири. Те, что кладут на весы в продуктовом магазине. Стоило мне сдаться и захлопнуть тетрадь, как воспоминания о прожитом дне суматошно заскакали перед глазами. Вновь снова я посреди душных школьных коридоров. Отсюда виден кабинет литературы. Лица мёртвых классиков на портретах. Строгая и царственная поза классной руководительницы Лилии Павловны. А затем углом ждёт и дождётся её ненаглядная дочка Катя, ябеда и сплетница. Ну вот это вот явно... Теперь я уже абсолютно уверен, что Лиса это она. Она закачалась на носочках, спрятав за спиной руки и с фальшивой улыбкой поинтересовалась. Я к вам переехал. У вас слишком дохера школ в посёлке, я не понимаю. Может быть, я сказал бы правду, Полине. Но Катька продаст мою правду на рынке за три копейки. То же самое, что распечатать мои мысли на принтере и повесить рядом с фотографией Вовы, что все читали. Я вновь обратился к заученному ответу. Это всё из-за моих родителей. У папы тут новая работа, а мама... Но Катя даже не думала меня слушать. Метнулась к новострённым ушам подружек, зашептала, косясь на меня и хихикая. Да-да, конечно-конечно. Он нас тут совсем за дурачков держит. Я вот слыхала, что это всё из-за его отца. Он недавно кому-то крутому дорогу перешёл, и теперь они всей своей семейкой в нашем захолустье скрываются. Вот видите, вот что значит вырасти в девяностые. У меня прям сразу чуйка сработала, что бухгалтер делает хрен знает где в лесу. Не, ну, хотя сейчас я вот уже начинаю сомневаться, что она леса, потому что... Туда хоть как-то более-менее ко мне нормально относилась, хоть и пыталась втянуть в какую-то жопу. А это прям пизда ебаная. Ну вот у меня нет других слов. Прекрати, ты же знаешь, он первый начал. Я бы на самом деле прочитал Пятифана. Ну, типа, от слова Пяти... Да, Пятифан. Пятифан. А у неё Пятифана. Ой, девочки, сумки проверяйте. Того и глядя, в гардеробе вещи начнут пропадать. Будем знать. Это Петров с дружками постарался. Да-да-да. Смолчи, заткнись! Ха-ха, вон как раскричался-то, будто ужаленный. А зрачки-то, зрачки какие широкие. Опять чего доброго с катушек слетит и руки распускать начнёт. Не зря же его мать с таблетками печки. Блядь, да откуда они всё знают? Тут и будет сейчас вариант сделать ББПЕ? Я замер в смятении, безуспешно пытаясь понять, откуда она знает про лекарства. И что пугало сильнее, вдруг её болтовне кроется ужасающая правда. Да-да. Он такой же ненормальный, как и его сестрица. Представляете, к этой сумасшедшей дурочке каждую ночь прилетает соба ростом с человека. Откуда она это знает? Да-да, только что ты её никто из здоровых людей не видел. А этот наивный просто к ней верит? Нет, ну вы представляете? Нет, даже если у меня теоретически происходила такая ситуация, я бы тупо сказала, слушай, женщина, ты больная, ты реально просто какую-то херню впихиваешь. Доказательств нет, банальный вопрос, откуда ты это знаешь? Ответить она на него не сможет, всё, она пиздоболка перед подругами, и как бы тут уже можно разруливать ситуацию. И тут среди ухмыляющейся толпы я поймал единственный сочувствующий взгляд. Полиночка, да, Полиночка. Это правда, Антон. Неужели действительно тебе не здоровится? Полина, послушай меня. Как же, как же. Не слушай этого болтуна, Полиночка. Ты ещё не знаешь. Он тебя на другую променял. Не из нашей школы. Да господи, мы с ней один раз поговорили в коридоре. Что вы раздуваете, дети? Вы же дети. Полина согнулась, будто её пнули в живот. А потом залилась слезами и громко истерично плача рухнула на грязный пол. Женщина, она с тобой ещё ничего не связывала. Мы просто поговорили один раз в коридоре. Как и с лесой, меня ничего не связывало. Я просто с ней в снежки поиграл. Нет. Нет. Почему она, Антон? Почему? Ничего не понимаю, я бросился к Полине. Но Катя грубо оттолкнула меня. Убери от неё свои лапы, чудовище! Под пеленой страха зрела ярость. Можно втащить? Можно втащить бабе? Я готов. Я почувствовал, как моя верхняя губа ползёт к дёснам, оголяя зубы. Знаете, это вот прикол. Ты что, думаешь, я не ударю женщину? Ты что, думаешь, что я сексист? По-моему, эта шутка прям сюда отлично врубается. Не, женщин бить нельзя, девушек бить нельзя, все дела. Но если они хотят равноправия, то типа, понимаешь, если ты не относишься к ней так же, как к мужчине, то ты сексист. А мужчин бить можно, как бы, ну вот. Поэтому, либо ты бьёшь женщин, либо ты сексист и вообще плохой человек, и очень унижаешь их достоинства. То, что твой отец бьёт мать, ещё не даёт тебе право поднимать руку на девушку. Ээээ, не факт, нам пока этого не показывали. Кулаки стали кувалдами, не разжать. Никто не смеет говорить такое про мою семью. Я помнился, когда уже кинулся на злобную Катьку. Ага! А-а-а! Слетел-таки! Слетел! Спасите! Помогите! Петров с катушек слетел! Господи! Тут же толпа школьников вокруг неё зашумела, разразилась свистом и гневным рыком. И стала расти. Субтильные фигурки учеников увеличивались, ширились, тогали сверх, всё выше и выше, под самый потолок. Ясно, это сон. Это сон, скорее всего. Ну или приход. превращались в огромный черный лес, кишащий оскаленными мордами. Я сжался до пушистого комочка, затрясся перед могуществом изрытых язвами стволов, но то людей, не то деревьев. Вот ты и показал свое животное нутро. Трус! Катя на лицо была безображена ликованием и восторгом. А то... Почему она... Заливаясь слезами, заливалась слезами несчастная Полина. А вот и зайчик. По-любому это сон. Потому что если это не сон, то реально беда с башкой. Из леса доносилось пугающее хлопание крыльев. Два огромных белых уха спустились откуда-то сверху, и я с головой зарылся в них. Антон! Антон! Пожалуйста! Сама! Я подскочил, чуть не упав с кровати. Оказалось, я несколько часов метался по мокрой от пота постели. Олин Крик вызволил и щупали с кошмара. Не, ну тогда походу... Если это его сон, который спровоцирован воспоминаниями, то да, наверное, отец все-таки бьет, мать. Пожалуйста! Вставай! Вставай! Я не сразу разглядел ее силуэт у окна. Голос Оли был глухим, после драки у меня звенело в голове. Звук искажался, будто уши закупырили ватой. Схлипывая, расстроенная, как никогда прежде, сестренка повторяла и повторяла. Сама! Сама! Пожалуйста! Я боюсь! Моюсь! Ее слезы кипятком ошпаривали мне сердце, но, признаться, я почти благодарил сову за визит. За то, что напуганная Оля разбудила меня. Оля, я сейчас. Хочешь, я тебе мурзилку почитаю? Подожди. Я опустил босые пятки на холодный пол. Пошарил в поиске очков. Вспомнил Семена, его подлый поступок, и горестно вздохнул. Антон! Говорили же, запасные есть. Пожалуйста! Пожалуйста! Посмотри! Блин, ну у меня очков нет, как я посмотрю на сову? Она не отводила глаз от окна, словно боялась проиграть ему в гляделке. Я нащупал переключатель, лампа плеснула ослепляющим светом. Встал с кровати. Зрение обманывало, то приближало ко мне окно, то отдаляя. Сестра была размытым пятном впереди. Я сделал осторожный шаг. Оль, что там? Что-то случилось? Ты хочешь, чтобы я открыл шторы? Нет! Не надо! Там же... Сова! Голос доносился из-за моей спины. Я обернулся и оцепенел от ужаса. В жирном проеме стояла зареванная Оля. С кем... С кем ты разговаривал, братик? Обхватив плечи, она таращилась на меня красными от слез глазами. Спрашивала, но будто боялась услышать ответ. Я разговаривал с тобой. С тем, кто притворился тобой. За окном угрожающе скрипнул карниз, словно на нем сидел кто-то тяжелый. А то, что выдавало себя за Олю, начало расползаться, менять свои очертания, увеличиваться в свете ненасытной луны до пугающих размеров. Голос больше не принадлежал сестре. Тому, кто прятался за шторой, надоело притворяться водить меня за нос. Я больно ущерпнул себя в надежде, что силуэт у окна — лишь продолжение ночного кошмара, галлюцинации проклятого дома, ведь она не кусается. Фигура высветилась передо мной в дымке. Я услышал громкий вскрик Оли, когда по стеклу постучали. Она пришла за нами! Ладно, Оля, хорошо, она пришла за нами, поэтому сохранимся. Я реально не хочу, чтобы меня опять выбило, и я заново это все прощелкивал. Причем ничего сложного, нужно просто прощелкать, но ты тратишь на это время. Стук повторился, и я шатнулся вглубь комнаты. Словно на свете существовали потаенные углы, где я мог бы схорониться от этой жути. Стучали чем-то острым, железным. Замерцала лампа светильника, ярко озарила комнату и погасла, как свеча, на яростном ветру. Нить накаливания лопнула со звоном. Мрак словно только того и ждал, хлынул из углов и сомкнулся. От всей вселенной оставалось лишь окно, снаружи светила луна и красила все в цвет костей, извлеченных из клепа. В черноте Оля завизжала, ткнулась в мою спину ища защита. И тут на нас уставился горящий, прожорливый огнем глаз. Нет, она не пыталась разбить охно, она играла. Стучала и стучала, сводя нас с ума. Будто гигантские часы мерили отведенное нам время, и маятник раскачивался над бездной. Уходи, убирайся, пошла прочь! Оля источенно кричала, кричами вцепившись мне в руку. Я с трудом различал два огромных крыла, раскрывшихся над черным пятном. Скажи мне, Атон, скажи, что я больше не буду себя плохо вести. Никогда. Только пусть она уйдет. Пожалуйста. Лунный свет вдруг померк, погрузив комнату во тьму, и светящийся глаз скрылся. Я проглотил застрявший в горле ком, будто репейник взглотнул. Шагнул к шторам, завороженный призывом безобразного гостя. Не буду, не буду, не буду, не буду. Блекло окно наползло на меня, занавески шуршали. Я потянулся, чтобы отодвинуть штору, чтобы посмотреть в глаза страху. И в этот момент из родительской спальни донесся шум. Недолго думая, я рывком отдернул штору. Никого. Только за стеклом, на карнизе, среди птичьих перьев, что-то поблескивало. Мои очки. Те, что сорвал с меня Семен. Откуда они здесь? Неужели этот подарок локочущей ночи, неужели их принесла сова? Ах, так, то есть кто-то еще сова из детей. Я пока не знаю, кто. Я посмотрел во двор, на ту зловещую поляну, на зубчатый гробовой лес. Ни души, ни намека на поздних визитеров. Старый столб одиноким часовым дремал посреди снежной пустыни. Рассохшийся ставник ряхтеля. Я отодрал утеплитель и полоски приклеенных газет. И типа объяснение, что такое полоски приклеенных газет. Но это явно для западного рынка. С трудом открыл окно. Мороз впился мелкими иголками в кожу. Зашевелились от сквозняка рисунки на стенах. Я дотронулся до очков, уверенный, что они растают в пальцах. Они были настоящими. Мозг искал всему объяснение. Семен и его банда разыграли меня. Вот и все. Вот и... В кругу света под фонарем блестело гладкое снежное одеяло. Если кто-то ходил у дома, взбирался по трубе к подоконнику, он должен был наследить. Отпечатков не было. Я осторожно забрал очки. Никто не отхватил мне кисть. Не выдернул в полный тревожными движениями сумрак. Вы почему не спите? От неожиданности я покачнулся и чуть не вывалился из окна. Совсем сдурели. Мам, там это... сова. Жарко, что ли? Не болели давно? Там сова была! Тоша ее прогнал! А ну-ка, марш, спать к себе в комнату! А с тобой? Мама выдержала паузу, прожигая меня взглядом. Подбирала наказание, соразмерная поступка. Да че я, блядь, сделал? Окно открыл. Сову прогнал. Намахнув рукой, взяла за плечо Олю и ушла, бросив напоследок угрюмое. Завтра поговорим. Типа, че я сделал? Я несколькими ударами вогнал раму обратно в паз, повернул шпингалеты, натрудив пальцы. Холод ушел из комнаты, но не страх. Водрузив на нос очки, я изучил свое отражение в оконном стекле. На лице не лицо, а какая-то посмертная маска. Как у мальчика с доски объявлений. А ведь этой ночью я был предельно близок к тому, чтобы оказаться на его месте. В просвете между детскими затылками прямо на меня смотрело черно-белое лицо. Бабурин Семен. И это был не Вова. Его фото висело рядом. Я узнал щекастую физиономию, нездоровую кожу. 13 лет. Ученик. Утром ушел в школу, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Там был одет, сапоги Аляска. Понятно. Короче, угревая фабрика пропала. Семен. Фотография Бабурина распечатали и поместили под стекло, как музейный экспонат. Бабушку жалко. Эпизод 3. Дыбом волчья шерсть. Ну что ж. Пожалуй, третью серию я на этом и закончу. Как я понимаю, всего 3 эпизода сейчас доступны. Если я сейчас еще и третий хотя бы пройду наполовину, то следующей серии просто банально не будет. Поэтому давайте на этом закончим. Ну а следующую серию уже начнем с третьего эпизода. Как я понимаю, на данный момент последнего. А потом они будут выходить по очереди. Огромное спасибо, что уделили внимание моему творчеству. Честно, я здесь прохожу игры те, которые хочу пройти сам. Я здесь не ради просмотров, я здесь не ради подписчиков. Я просто что-то прохожу, что мне интересно, при этом включая микрофон. Но от комментариев и лайков я не откажусь, если вам, конечно же, не жалко. На этом прощаюсь, ребят. С вами был Морж. Как всегда, пока-пока.